Мне кажется, надо обсудить интересный вопрос. После объявления Рамзаном Кадыровым кровной мести Керимову, это один из сенаторов из Дагестана и двум парламентарием российским, было очень много забавных событий. Кремль непонятно чем там отвечал. Песков сказал, что если Кадырова беспокоит его жизнь, пусть обратится в полицию с заявлением. Керимову? Нет, нет, нет. Это он сказал Кадырову, что если Кадыров переживает за свою жизнь, за то, что на него готовилось покушение, пусть обратится в полицию. Да. И к чему все идет? Вот обновление. Говорят, что Кадырову отдали его людям, которые будут, понятно, зарабатывать на этом деньги, ему, видимо, передавать в виде каких-то траншей. Металлургический завод в Мариуполе. Тут я вот даже смотрю отвратительные портреты Путина, Пушилина, так называемого главы ДНР, и Кадырова в Мариуполе на заводе. Огромные портреты. На оккупированных украинских территориях, я напомню, что был полностью уничтожен завод Азовсталь, огромнейший в Мариуполе. Он не может функционировать. Но вот металлургический комбинат имени Ильича пострадал не так сильно. И до войны, что важно, он формировал более трети городского бюджета за счет налогов. Ну, не он, а вот сеть этих предприятий. Он был одним из главных. Так вот, что, собственно, сейчас происходит. Как говорят, что в том числе Руслан Геремеев, который уничтожал, один из людей, которые помогали уничтожать Мариуполь в составе кадыровских войск, вот занимается сейчас ответственность за вот этот завод имени Ильича. Как вы думаете, является ли это вот откупными Путина за то, чтобы кадыров не устраивал дальше бучу вот с этими всеми Керимовыми и так далее, не устраивал эти разборки? Да, конечно, Путин тупо покупает кадырова на протяжении уже долгого времени. Ну, буквально вот чуть ли не с первого дня, четверть века он этим занимается, используя в том числе и имущество, которое ему, строго говоря, не принадлежит. В Украине ли это будет то Азовсталь или вот упомянутый вами завод Ильича. Или, например, в России кадырову отдали данон, например, когда инвестор ушел. Ну, вот после введения санкций многие инвесторы стали уходить, и значительная часть самых лакомых кусков пищевой промышленности, а пищевка – это очень хорошая такая история, даже в условиях экономического спада, да, это постоянный кэшфлоу и вообще спрос гарантированный. Ну, то есть люди еду перестают покупать в последнюю очередь, да, то есть они будут экономить там на машинах, я не знаю, на телевизорах, на электронике, на чем угодно, но еду покупать все равно будут. И в этом смысле пищевка – это очень хороший, очень лакомый кусок. И вот значительную часть той пищевой промышленности, которая осталась без хозяев после ухода инвесторов, ее кадыров забрал себе. Вот. И это действительно часть тех, ну, то есть это те выплаты, которые Путин делает кадырову с тем, чтобы кадыров был лояльным. Хорошо. А как вы думаете, получится ли у Путина просто откупиться в виде каких-то объектов? Или кадырова все-таки интересует что-то другое? Ведь, ну, для того, чтобы забрать себе завод, вряд ли, наверное, будешь объявлять кровную месть и так далее. Или это вот такого порядка люди, что тут все чисто про деньги и про какие-то дальнейшие перспективы, не знаю, какие-то стычки между кавказскими республиками, в том числе борьбе за власть. Ну, я имею в виду группировок, в первую очередь, да, таких, как кадыровские. Нам не увидеть в ближайшее время. Почему? Увидеть-то можно, собственно говоря, конфликт кадырова с Керимовым, который начался как просто денежный, но уже перерос. То есть он уже на грани балансирует межэтнического противостояния. Если кадыров после того, как Меликов, глава Дагестана, от имени народа Дагестана объявил, что они помогут, будут поддерживать Керимова, ну, то есть, по сути, взял Керимова под свою защиту. В этой ситуации, если кадыров пойдет на дальнейшее обострение, попытается все-таки убить Керимова, ну, или кого-то там близко, да, ну, это может перерасти в межэтнические столкновения. Этот сценарий не является невозможным, потому что в 99-м году Чечня с Дагестаном уже воевала. Собственно говоря, именно эта война стала отправной точкой, значит, вот, с которой Путин пришел во власть, пришел в кресло президента. Вот, поэтому предпосылки есть. Ну, вообще, надо понимать, что Путин слабеет в смысле своих возможностей регулировать внутриэлитные конфликты. Ну, видите, раз такие вещи выплескиваются в публичное пространство, это значит, что Кремль не удовлетворен, ой, извините, Кадыров не удовлетворен тем, как Кремль разруливает и считает возможным обострять игру вот таким образом. Вообще, конечно, в первую очередь там конфликты все про деньги, но, знаете как, ведь деньги, они куют в том числе и за счет силового ресурса. А силовой ресурс – это такая штука, ну, который материализует себя только через использование силы. И поэтому в какие-то моменты, ну, надо действительно продемонстрировать, что ты самый сильный, да, Идли. И вот эта демонстрация – это же уже не деньги в чистом виде, хотя потом они конвертируются в деньги, да, но это то, что там можно назвать известным русским словом «понты». Да, поэтому там речь идет не только о деньгах, а и о понтах. И можно, значит, используя знаменитую марсовскую формулу, сказать, что политэкономия современной России, она, значит, если классика – это деньги-товар, деньги-штрих, то в современной России, особенно в ситуации с такими ребятами, как Кадыров, это деньги-понты, деньги-штрих. Вот. Так что это такая тоже штука многофакторная. Аббас, а как вы считаете, что должно произойти, какие, в общем, события должны случиться для того, чтобы Кадыров почувствовал еще больше слабость Путина? И вообще, есть ли у него планы и какие-то амбиции, если так сложатся обстоятельства, отделить Чечню? Ведь вроде как, если Путин ему дает все, что он хочет, ну, то есть хочет, как бы, ну, миллионы долларов дает, хочет миллиарды дает, хочет предприятие на оккупированной территории Украины – дает. То есть зачем ему смещать Путина? Или есть у него какая-то, не знаю, обидка за то, что все равно он пехотинец, ну, не начальник? Нет, я думаю, нет-нет, я думаю, вот тут обиды нет. Все же понимают, что это игра, что он говорит эти слова, потому что Путин щедро эти слова финансирует. Ну, то есть, если ты готов покупать мои слова, и ты такой дурак, что платишь деньгами за слова, да ради бога, покупай дальше. Вот, то есть я думаю, вот в этой части никаких комплексов у Кадырова нет. Его очень уважают и его кадыровцы, и чеченцы в целом именно за это, за то, что он научился обувать Путина, вот как, извините, разводить, как лох. Вот там это воспринимается вот так. Ну, то есть Рамзан там, значит, заявил, я пехотинец Путина, после этого поехал, привез очередной, значит, там, поехал и привез очередной, там, значит, миллиард. Вот, ну, нормально устроился. Значит, пока путинский режим более-менее жизнеспособен, и конфликт с ним может создать серьезные проблемы, Кадыров будет лоялен по отношению к режиму. Когда он решит, что продать этот режим выгоднее и дает больше шансов на дальнейшее выживание, он это сделает в ту же секунду, прямо не сомневайтесь. Вот. Но пока зачем? И так все неплохо, вот как мы и говорим. Значит, фактором, который заставит его действовать, может стать болезнь для его и необходимость назначить преемника, и, допустим, несогласие Кремля с вариантом транзита. Или попытка Кремля сместить его. Вот. Допустим, сейчас Кремль осерчает из-за ситуации с Керимом, не знаю, вдруг возьмет и предпримет какие-то шаги, которые Кадыров сочтет неприемлемыми. Тогда да, тогда это может полоснуть уже сейчас. Но если вот таких резких шагов Кремль делать не будет, то Кадыров и не будет происходить вот, ну, то есть не будет там серьезных проблем, связанных со здоровьем и необходимостью обеспечить процесс преемственности. То есть если ситуация будет развиваться более-менее так, как она развивается сейчас, Кадыров не будет дергаться, я думаю, еще долго. Да, хотелось бы, конечно, чтобы все эти конфликты имели продолжение, но будем следить и надеяться, конечно же. Я хочу, знаете, что вас спросить? Чего боятся структуры кремлевские? Вот у депутатов Госдумы начнут отбирать загранпаспорта после скандала с поездками в Дубае и Мальдивы. Напомню, что, если я не ошибаюсь, ФБК обнаружил 13, у 13 депутатов Госдумы квартиры в Дубае, в том числе, вот, единороссы, естественно, Григорий Аникеев, Павел Федяев владеют. Я, правда, ага, да. И тут еще были несколько народных избранников в Мальдивах, вот, там встретил Новый год Богуславский эрек, тоже единоросс. Ну, короче говоря, понятно, что на словах они обожают Сочи, но, тем не менее, Новый год предпочитают отмечать на Мальдивийских островах. И что происходит, да? Составили списки депутатов, которым запретят выезд за границу, это, во-первых, у которых будут изымать загранпаспорта. Ну, по крайней мере, так ведомости пишут. И они пишут это на основе изучения уже постановления Нижней Палаты. Согласно тексту, в списке будут носить депутатов, которые получили доступ к сведениям особой важности и совершенно секретным сведениям. Ну, в общем, все ужесточается в том числе и для вот этой элиты. К чему это может привести и вследствие чего так вдруг переполох? Думаете, какие-то утечки были или что? Ну, надо понимать, что вообще в окружении Путина есть так называемые ястребы, люди, которые пытаются завинтить гайки по максимуму, в том числе и в отношениях элит, не только в отношениях оппозиции. Мобилизовать нацию на борьбу, все для фронта, все для победы. Это не очень многочисленная, но достаточно влиятельная группа. Путин, хотя в последние полгода демонстрирует то, что он разочаровался в ястребином курсе, потому что побед-то не видно. И поэтому все чаще принимает решение, глядя на противников ястребов, так называемых технократов. Но, тем не менее, ястребы есть, они пока не разгромлены окончательно. И вот то действие, которое мы обсуждаем, это, очевидно, их идея, их предложение. Ну, то есть, нам надо мобилизовывать нацию на борьбу, а эти гады расхолаживают нацию, ездят на Мальдивы. Этим, понимаете, чекистам, ну, в основном, это чекистская публика такая, действующие чекисты, либо там с бэкграундом чекистским. Они, им же обидно, они сами не выездные в своем большинстве. Вот, и им очень обидно, и вот, ну, если ты сам находишься, вот, сидишь там по уши в какой-то, извините за выражение, коричневой жидкости, ну, ты и других хочешь туда же погрузить, а то что такое? Значит, они здесь в Шоколаде, а потом еще и на Мальдивы едут, и там в Шоколаде, да? Ну, нет уж, значит, ничего, сидите вместе с нами в этой выгребной яме, которую мы вместе погружаем в страну. Вот такая логика. Просто интересно, за это ли они становились депутатами? Ведь я так понял, что Володин, председатель Госдумы, будет по конкретному списку давать личное добро на выезд за границу. Предполагается, что депутату сообщат об этом решении в течение трех дней, вот, и в течение пяти следующих дней, если он в этом списке находится, он должен будет передать в аппарат Госдумы свой загранпаспорт. Вообще какое-то безумие. В случае прекращения депутатских полномочий, то есть, когда он закончит быть депутатом, документ передадут государственный орган, выдавший паспорт. До окончания срока действия ограничения на выезд. При этом председатель Госдумы может разрешить краткосрочный выезд за рубеж, а также отменить решение, принятое в отношении этого депутата. То есть, будет лично Володин принимать решение, кто может выехать за рубеж. Да, ну, приходит централизация. Да, ну, Володин это будет делать во взаимодействии с руководством администрации президента, с руководством ФСБ, вот, не то чтобы один. То есть, это не то, чтобы чекисты подарок Володину хотят сделать. Вот. Но поскольку он руководитель Госдумы, то их курс предполагает централизацию, то есть, передачу полномочий и права принимать решения снизу вверх, в том числе и по вопросам, касающимся частных жизней уже, да. То есть, это же форма тоталитаризма, строго говоря, да, когда государство лезет уже вообще везде, в том числе и в частную жизнь граждан. Вот нельзя быть квадробером, там, нельзя быть child-free, вот. А депутатам нечего за границу ездить, да, пусть все сидят. Поэтому эти дурачки, которые голосуют за завинчивание гаек, значит, в Госдуме послушно, ну, они должны понимать, что они голосуют за завинчивание гаек в отношении самих себя. Собственно говоря, ну, то, о чем их предупреждали, вот оно ровно это и происходит. Да, логическое завершение. Я думаю, что их амбиций, ну, и вам тоже спасибо, логически поставили точку, наверное, в этой теме. Друзья, Аббас Галямов был сегодня с нами. Пожалуйста, подписывайтесь на канал, пишите свои комментарии, с какими мыслями Аббаса вы согласны, с какими нет. Мы для вас делаем этот контент. Меня зовут Александра Преподобна, это была разборка. Скоро увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok